Давайте примерно хотя бы объясню, о чем речь. Скажите, вы представляете себе, что такое ТОР? Да. Представляете себе. Берем листочек бумажки и вот так вот его склеиваем. Согласны? Да. Замечательно. Можно взять разрезать. И что у нас будет? И у нас получится прямоугольник, правильно? Вот, заметьте, что поверхность цилинга... Ой, нет, ТОР это когда было склеено и так. И вот потом еще вот так, да? В пространстве это сделать без изгибаний нельзя. Вот, хорошо. А что такое бутылка клеена? Вы знаете, а кто-нибудь еще? Понятно. А что такое лист Мёбиуса? Да. Что это такое? Который нет? Да. Так вот, господа, на самом деле это все диаметрии, в малом совпадающие с плоскостью. Давайте сейчас я, во-первых, напишу это на доске. В малом совпадает с плоскостью. А во-вторых, нужно объяснять, о чем здесь собственно речь. То есть, ребят, представьте себе, что у вас имеется некоторое метрическое пространство. Метрическое пространство. Так, все помнят, что это такое? Метрическое пространство называется множество. В котором для любых двух его точек задано равное нулю, если они совпадают, и положительное, если они не совпадают, величина, которая называется расстояние. Значит, смотрите, расстояние от любой точки до другой точки должно не зависеть от порядка, в котором эти точки написаны. И больше нуля, если точки разные. Так, и еще очень важное, третье аксиом, может, вы догадаетесь? Да? Негаянце треугольника. Негаянце треугольника. Как оно записывается? Поняли идею? Это аксиома. Это аксиома. Почему больше? Метрическим пространством называется. Почему больше или равно? Потому что бывает и равно, если точно случайный результат есть. Больше нуля можно убрать. Что? То, что больше нуля можно убрать. То, что больше нуля нельзя. То есть, если снижается треугольник. Чего? Ну, смотрите. Допустим, что у этого x, y, меньше нуля. А, в смысле, если мы знаем, что оно равно нулю. Да? Да. Совсем. Дело в том, что можно... То есть, ну, смотрите, можно взять такую вещь. Плоскость, а каждую точку считать два раза. И считать, что расстояние от точки до ее... Каждая точка приобретает близнеца. Расстояние между ними считать равным нулю. Тогда все будет хорошо. Это специально написано для того. Хорошо. Можно, конечно, не равно нулю, но это выпендрюшишь. Дело в том, что не этим мы занимаемся сейчас. Понимаете? У нас цель совершенно не в этом стоит. Цель состоит в том, чтобы объяснить, что такое метрическое пространство в малом совпадает с плоскостью. А вот что. Есть такая величина. Давайте ее обозначим буквой D. Вы понимаете, что как только вы берете любую точку этого метрического пространства и рассматриваете все точки, удаленные от нее, не больше, чем на D. Понятно, да? То есть берешь любую точку X в пространстве M и берешь и рассматриваешь множество таких точек Y, что расстояние от X до Y не больше D. Понятно? Вот. Ну, на картинке это примерно так. Если в пространстве, то это шар, если на плоскости, то это круг, да? Так вот, нужно, чтобы это множество было бы изометрично обычному плоскому кругу. Изометрично. Существует взаимно однозначное соответствие. Такое, что расстояние между двумя точками равно расстоянию между их образами. То есть взаимно однозначное соответствие, сохраняющее расстояние. Помните, когда вы на диаметре учили? Перемещение – это такое отображение плоскости на себя, при котором сохраняются расстояния. Или, чтобы не говорить все время, при котором сохраняются расстояние, длинную фразу, есть короткое, простое слово «изометрия». Изо сохраняться метр, но это метр и есть расстояние. Это с первым приобретением? Да. Конечно, безусловно. А никто и не говорит. Сфера, конечно же, сфера – это поверхность кривая. Что Тор удивляется? Тор, который в пространстве, если вы берете бубрик и измеряете расстояние по его диадезическому, то есть кратчайшее расстояние по поверхности, он не будет. Он не будет. Дело в том, что у него есть кривизна. Поверхность Тора невозможна. А вот Тор абстрактный, математический. Помните, я говорю вам важную вещь. Мы склеиваем не физически, а мысленно. То есть, смотрите, физически можно склеить вот так. Будет все хорошо. У меня бумага, ну, в зависимости от того, сколько клея, перекрытия. Но видно, что это можно склеить. А вот дальше уже пошла абстрактная конструкция. Дальше я должен взять вот этот листочек. Понимаете? Я не могу это сделать в следующем пространстве. Вот видно, что он спротивляется. Да? Но мы можем себе представить это. Так вот, цель наша – дать точное объяснение того, что такое вот этот самый абстрактный Тор, который уже будет в малом совпадать. Кстати, то же самое с листом Меобиуса. А имеется в виду для всех достаточно маленьких Т? Нет. Имеется в виду, что существует такое Т, что для любой точки. Существует такое Т, которое годится для всех точек. Понятно? Сначала выбираем Т, а потом оно должно обслужить сразу все-все точно. Так вот, давайте я начну с такой простой вещи. Объясню по-человечески, что такое вот этот самый абстрактный Тор. Потому что действительно, как-то странно. Вроде бы я говорю, что Тор есть, а с другой стороны говорю, что его в пространстве разместить нельзя. Что? То есть, если вы объясните про Тор, можно еще раз про в малом совпадать с плоскостью? У любой точки окрестность радиуса Д изометрично плоскому кругу радиуса Д. Обычному. С самой обычной плоскости, с евклидовой плоскости. Вот на нашей любимой плоскости евклидовой, которая там курс диаметрии занимается, там есть круг радиуса Д. Это метрическое пространство. Там между любыми точками есть расстояние. Так вот нужно, чтобы было взаимно однозначное соответствие между тем кругом и этой самой коррекции. Вы говорите, что существует Д такой, что для любой точки вот такой был. Да, да, да. А для листа Мебиуса, можно такого Д нельзя придумать. Потому что можно взять точку очень близко к краю, и тогда у нас появится каждый раз в Д все меньше. Тоже верно. Только лист Мебиуса у нас будет. Я поэтому и говорю, что его нельзя в пространстве сделать будет. В принципе, у нас лист Мебиуса будет такой, он будет бесконечный. Так же, как цилиндр у нас будет не ограниченный, а в высоту бесконечной. Итак, все-таки давайте я строго объясню, что же такое ТОР. Значит, господа, берем самую обычную лидовскую плоскость и расчерчиваем ее вертикальными прямыми. Имеем право? Да. На равном расстоянии. Дальше. Не обязательно на таком же расстоянии берем и расчерчиваем горизонтальными прямыми. То есть, смотрите, пожалуйста, вот это расстояние может не совпадать с этим. Ну, по секрету скажу, на самом деле, даже никто не требует, чтобы это 90 градусов было. На самом деле, можно было начать с прогулограммы. Но для понятности, пока пусть будет прямоугольник, хотя, если потом подумаете, поймете, что прогулограмма по сути ничем не отличается. Так вот, давайте договоримся, что вот это, 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 точки, это все, одна и та же точка. Более того, это просто у вас в глазах хребит, ребят. Да? Для некоторых из вас это будет безумно трудная штука. Строгое определение такое. Две точки мы называем эквивалентными. Если вектор, который эти самые две точки соединяет, выражается через вот эти два вектора. Давайте вот этот вектор обозначим у, этот вектор обозначим в. Так вот, вот этот вот вектор, а и а со звездочкой, должен целочисленно выражаться через у и в. То есть, должны существовать такие целые числа m и n, что m u плюс n v это вектор а, а со звездочками. Идею поняли? То есть, чтобы попасть вот отсюда сюда, мы на самом деле проходим в данном случае два раза по горизонтали и один раз практикально. Ну, может быть, 15 раз по горизонтали и 7 раз по горизонтали. М и n не обязательно, это натуральные, отрицательные тоже. В результате, любая точка у вас имеет бесконечно много своих представителей, понимаете? Да. И, смотрите, так именно для любой точки. То есть, когда вы берете эту точку, то вот он глаз в планете. Когда вы берете эту точку, вот он глаз. А теперь смотрите, что такое расстояние между двумя глазами. Это наименьшее из расстояний между их представителями. То есть, представьте себе, у вас есть вот эта точка, и у вас есть вот эта точка. Каким образом вычислять расстояние между ними? Очень просто вот оно. Да. Понятно? То есть, вы можете любую точку заменить на ее представителя. Ну, вы можете заменить так, что он далеко убежит, это неинтересно. А нужно заменить так, чтобы она оказалась ближе всего. То есть, собрается. Еще раз, вот. Все это будет называться... На устроен, говоря, нужно представителя одной и той же точки. Одну из точек заменить на всех, как вы представите? Если вы смотрите прямоугольник, из каких четырех уголок представителей попадает на другая точка? Ну, вот, в случае прямоугольника, безусловно, да. В случае параллелограмма, может быть, даже более хитрая. Потому что, если у вас картинка вот не с прямоугольником, а если у вас картинка с параллелограммом, то, безусловно, параллелограммы делят плоскость на... Вот. Но тут может оказаться... Ну, необходимо чуть больше их раз. Понимаете, да? То есть, взял вот эту точку, а дальше у вас в каждом параллелограмме есть по представителю, но... Ну, как это? Вот этот... Ну, еще поделите ее. Ну, может быть, расстояние до него, вот это неинтересно. Потому что вот до этой точки это может быть меньше расстояние. Значит, значит, расстояние между двумя точками вычисляется следующим образом. Вы берете всевозможные представители одной, всевозможные представители другой, расстояние между ними... Да, понятно, что... Одного из представителей может зафиксировать, потому что, в принципе... Вот, понимаете, вот это расстояние, оно равно этому. Равно этому и так далее. Поэтому, если где-то у вас расстояние появилось, то любую точку можно заменить на другого представителя и эту, соответственно, заменить, и ничего не будет. Да? А можно вопрос? Да? Такое наименьшее расстояние всегда будет существовать. Почему такое наименьшее расстояние будет существовать вот для этой картинки? Да, это понятно. Для профилограмма тоже, куда оно делится. Дело в том, что вы можете рассмотреть конечное число профилограммов. Вот смотрите, у вас в таком профилограмме какой-то представитель есть. Согласен? Да, но, внимание, вы, значит, берете наибольшую диагональ, ну, наибольшую диагональ, наибольшую сторону, в общем, да, наибольший отрезок, какой есть в этом профилограмме, да, и берете с этим центром такую окружность. После этого говорите, что конечным числом профилограммов этот круг покрывается. Значит, выбирать нужно из конечного числа точка. А среди любого конечного набора расстояния есть наименьшее. Вот, замечательно. Теперь, как можно наглядно представлять себе вот эту самую плоскость? Ребята, лучше всего концепция из фантастических романов. Есть такие, значит, входишь в лифт, нажимаешь на кнопочку и оказался в другой галактике. Ну, признайтесь, ну, хотя бы, хотя бы одну книжку с таким сюжетом читали. Да? Во времени, в чем хотите. Ну, народ, ну, фантастического бреда на эту тему много, правда? Вы признайтесь. Да. Читали. Замечательно. Откуда нужно себе представлять, что на самом деле переносом на такой вектор это такая мгновенная транспортировка. Соответственно, вы должны себе представлять, что есть такая система лифтов, которая устроена следующим образом. входишь в лифт и мгновенно возникает здесь. А если хочешь, здесь. А хочешь, здесь. Понимаете? То есть, входишь в лифт, набираешь. Хочу сдвинуться на 50 раз У и на 127 раз В. Полетел. Теперь вопрос, а почему это называется ТОР? А вот почему. На самом деле, какую точку вы не возьмите на плоскости, при помощи сдвигов на несколько У и на несколько В ее можно переместить, чтобы она попала в квадрат. В прямугольник. Ну, или в килограмму, в общем случае. Вот. Замечательно. А дальше мы говорим простую вещь. Вот эта вот точка, она эквивалентна этой. А это этой. А это этой. Замечательно. А эта точка, это этой. А это этой. Поэтому, на самом деле, вся эта наша картинка абсолютно не нужна. Понимаете идею? Нет. Нам нужен только квадрат. Прямугольник или полетелограмм. Ладно. Ну, что вы это скажете? Так ТОР – это плоскость. ТОР – это плоскость, профакторизованная по группе перемещений, порождённой двумя непараллельными векторами. Да, понятно. Нет. Это сказка на обычный. Да, это сказка на обычный. Ребята, любой ладеброист знает такое понятие «фактор множества». Фактор множества. Что это такое? На самом деле, я это вам рассказываю. Если у нас есть любое множество, разбитое на класс эквивалентности, то можно представить себе, что это мысль, она будет одна точка, это мысль, она будет другая. То есть, каждый класс эквивалентности рассмотреть как отдельную точку. Вот это и называется «фактор множества». Например, если у вас есть все целые числа, посмотрим по модулю свою слову «1543». В таком случае, смотрите, что происходит. Два числа называются эквивалентными, если их разность делится на 1543. Вот. Из каждого класса эквивалентности мы можем выбрать какое-нибудь одно число. Например, от числа 0 до числа 1542. Вот это и называется «из каждого класса эквивалентности выбрали по точке». И вот это и называется «фактор множества». То есть, в частности, классы вычетов по модулю это типичный пример фактор множества. Здесь у нас вся плоскость факторизуется вот в каком смысле. Две точки называются эквивалентными, если выполнены для каких-то целых чисел вот такое разность. Поняли? Да. Поняли. Отлично. Ну, это теперь вопрос. Собственно, почему мы зациклились на двух векторах? Ну, конечно, потому что вектор складывать легко, привычно, приятно. Почему нет? Почему это слово? От трех, а? Почему это? Потому что можно склеить вот так. Ну, да, это похоже, смотри, вот границы, они вот похожи. Границы склеиваются ровно так, как надо, Алис. Смотрите, вот у нас есть, ну вот пусть прямогольник, ладно? у нас есть лифт, я бы тоже что-то не говорил. Вот из этого, в этой точке вошел, здесь вышел. Или в этой точке вошел, здесь вышел. В этой точке вошел, здесь вышел. Или у нас есть лифт, который перепрасывают. А это и есть та самая склейка. Та самая склейка. Замечательно. Так вот, давайте поймем, значит, у нас есть, так, на диаметре у вас такое было, правда? параллельный перенос на вектор А. И параллельный перенос на что? На вектор В. Так, вот эти угловые скобки, помните, что такое? Нет. Это называется порожденное тем, что внутри. На самом деле, очень удобно, очень удобное обозначение. Если вы пишете угловую скобку, дальше, значит, черти что написано, угловая скобка закрывается, то имейте в виду следующее. Объект, который можно построить, на основании того, что там внутри есть. То есть, в данном случае, вот у нас есть один параллельный перенос, правда, у меня не А было, а У и В, извините. Ну, не важно. Вот, так вот, и два неправильных вектора. Берем всевозможные комбинации, то есть, сдвигаем несколько раз на У, сдвигаем несколько раз на В, и вот, вот это множество, это на самом деле, понятно, что такое. Это множество всевозможных параллельных переносов на векторы типа МУ плюс НВ. Понятно? Где М и Н это произвольные целые числа. Так? Сейчас. Тогда, получается, у нас не плоскость, а именно сетка такая? Нет. Нет. Фактор множества это прямоугольник. Да. Ну, если векторы не подтягивляют, то предлагаем прямоугольник. Это же, когда ты не любишь прямоугольник, это тоже можешь его отвергать, не сетка. Ну, как? У тебя все прямоугольники, они не любят никак. Переводим. То есть, мы можем... А, нет, сейчас, Алиж, вы говорите про то, что вот эта точка выделенная? Да. Ничего подобного? На самом деле, смотрите, вы могли точно так же отложить все отсюда. А, и тогда все такое запомнилось. И тогда вам наоборот кажется, что эта точка выделенная, а эта очень даже не выделенная. Так, какую величину имеет смысл убрать в качестве D? Какое число годится в качестве D? Диагональ. В случае, когда у нас такой прямоугольник, нет, не диагональ, а половина, половина наименьшей стороны. Потому что, если вы возьмете больше, то, возможно, такой забавный эффект, что... А, вылезет. Вылезет. Мы еще не доказали, что это метрика. А? Мы еще не доказали, что это метрика. А это надо? Да. Что доказать? Что это метрика? Он хочет, чтобы я строго доказывал, что фактор множества является метрическим пространством. Встать. Бюджет неочевидно. Выражаться. Само себя. Станет само у себя до себя. У себя нолит уж точно, правда? Вот. Слушайте, а... Неравенство треугольника... Неравенство треугольника... Да, кстати. Черт. Если честно, он тоже очевиден. Да, вообще. В этом случае, как бы сдвигаем все в один треугольник. Как объяснить, у тебя здесь неравенство треугольника... Не нужно никакой картинок рисовать. Вот у вас есть расстояние от точки X до точки Z. То есть, X выбирается из этих самых, Z выбирается, да? Да. Замечательно. Ну, и чего? Из-за чего может не выполниться... Из-за чего может не выполниться транзитивность? Слушайте, Андрей, хороший вопрос задал. Почему будет транзитивность? Если они в разных... Да? Это вообще не очень... Нужно я... Да, да, конечно. Нужно. Вообще, в смысле, когда мы сейчас сделаем что-то, как-то не может, вот смотрите. Здесь у нас сначала, когда были там, ну, неважно, пролограммы, у нас были точки, между которыми расстояние было вот так, то есть вырезало. Да. А теперь мы все сказали, что факты... Ну, вот когда факты множества, то уже расстояние между ними, оно какое-то, ну, другое. Нет. Оно увеличиться не могло. Оно могло уменьшиться, но увеличиться оно не могло. Наоборот, оно не могло уменьшиться, потому что здесь у нас самая маленькая. Оно могло уменьшиться. Если вы думаете, что вам вот это отрезали, и теперь у вас нет возможности сюда пройти, да? Да. Да, кладу? У вас есть возможность дойти сюда, телепортироваться и пройти там. Я это не понимаю. Точка. Мы умеем телепортироваться. И первого лета, вот это. Ну, да. Раньше вы ходили вот так. Теперь вы по-прежнему идете сюда, извините, телепортируетесь, и идете здесь. Нет, я не... Праведа. Ну, прямая, не обязательно кратчайшая расстояние. Да, тут уже не обязательно прямая кратчайшая. Ты можешь просто из любой точки спокойно переходить до момента. Алис, понимаете ли вы, чему равно расстояние между вот этими двумя точками? А все, да. Оно не равно... Алиса, вы не понимаете, до чего вы здесь очень правильный персонаж. Еще раз. Нет. Вы то же самое, что Паша, на драконаведении. Вы не знаете, что вы там интернетете, супергерой? Что? Что? Вы же лежите, только на мгновение, запись с вами. С вашими вопросами, и там... Герой интернета. Да. Да, что это не разница. Давайте. Ну, вот мы нашли кратчайшее расстояние между X и Z. Вот. Это представители X и Z. Да. Можем также найти точечное расстояние от представителей X и Y. Да. Давайте мы можем вот это все сместить на такой вектор, ну, вот такой вектор. Да, да, да. Эту точку тоже придется представить. Да. Вот. А теперь заметим, что вот это расстояние у нас не разница треугольника, меньше или равно, чем сумма этих... Нет, абсолютно довольны. X, Z меньше или равно, чем X, Y, штрих, плюс Y, штрих, Z. Да. Нет, нет, да. Я хочу сейчас доказать, что это... Ну, короче, я... Нет, я знаю. Просили про X и Z. Ну, значит, иначе будет так. Нет, иначе абсолютно нормально. Просили про X и Z. Вы сказали, что между X и Z... Ну, так это невозможно доказать про X и Z. Ну, как-то. Ну, потому что вот это может быть на самом деле меньше. Ну, в смысле, реальное расстояние между Z и Y может быть меньше, а это в X и Z. Хорошо. Давайте я про Z компромисс. Компромисс. Компромисс такой. Мы стираем. Начинаем заново. Начинаем заново. Но все-таки, чтобы получилось про X и Z. Да, хорошо. Вот нашли две... Нашли два представителя X и Y, которые находятся на наименьшем расстоянии. Нашли представители Y и Z, которые находятся на наименьшем расстоянии. У нас есть Y1 и Y2. Дальше сместили вот на такой вектор. Вот Z перешло тоже в какого-то среднего представителя. Смотрите, секундочку. Расстояние между... Ты сейчас говоришь, что вот X и Y между ними кричащее расстояние, это ведь не обязательно ответ. Ну, я беру таких представителей, чтобы это было ответ. хорошо обедомить представителей. Ну, где-то там. Нет, в смысле, он же доказывает треугольник, что он будет везде. В каком смысле? Везде. Ну, не везде. В смысле, для любых, как бы... хочет доказать, что если у него имеется для любых три точки X, Y и Z и у него плоскость профакторизована по вот такому объекту, где у его не параллельные векторы, то выполняется неравенство треугольника. Для того, чтобы это сделать, надо это стереть. Третья попытка. Давайте. Значит, у нас есть три точки X, Y и Z. Вот, как написано, маленький губ. У нас есть три класса эквивалентных. Вот это класса эквивалентных вещей. В каждом из них призвано расстояние. Да. Возьмем, значит, расстояние между X и Y это расстояние между какими-то их представителями. X и Y. Y нормально напишите. Да, и на крыльях можно X1, Y1 так вытворяем. X1, Y1. И вот настоящее на плоскости расстояние, настоящая длина отрезка это есть расстояние между этим классом эквивалентности. А почему так нужно? То есть, когда друг пишите, когда-то вам прийти. Мы же объясняли, что отрезка можно сделать. Даже если ты возьмешь, ну, в общем, даже если ты так возьмешь, что между X и Y там будет расстояние отрезок, и между Y и Z будет расстояние отрезок, почему между X и Z это тоже будет отрезок? Почему нет? А вот это, как раз, неправда. Это, во-первых, неправда, но сейчас вы поймете, что это вам и не нужно. Часы. давайте, слушайте, Алиса, правда ли, что расстояние между классом X маленькое и классом Y маленькое это расстояние между их конкретными представителями? это вы уже понимаете? Ну, да. Отлично. Значит, расстояние между X и Y вот, 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 да. Это есть X1, Y1. Отлично. Выберем такие точки. Дальше. Теперь есть у нас какое-то расстояние между Y и Z? Выберем их представители. Так, чтобы у вас здесь было расстояние. Y2, Z2, да. Вот. Пишите. Расстояние между Y и Z это есть Y2, Z2. Сейчас, наверное, все включили. Можно ли это сделать? Да, конечно. Ну, мы, смотрите, у нас X1, Y1, мы хотим взять так, чтобы они были как бы в одном квадрате, в одном параллограмме. Нет. Чтобы там не вовсе нет этого. Нет, но если это будет нет. Никто не обещал. Параллограмм может быть сильно перекошен. Нет, дело не в этом. Мы же хотим, чтобы наименьшее расстояние было отрезано. В смысле, чтобы наименьшее расстояние было отрезано. Давайте, я вам объясню. Давайте, я вам объясню. Вот у вас есть специально разрешенный. Это кабинет, он просто природой создан для того, чтобы здесь этим заниматься. Вот у вас есть, представьте себе, это вектор У, это вектор В. Замечательно. Одна ситуация, когда вы занимаетесь на таких квадратиках. У вас может быть попытка думать так, как вы думаете. А сейчас я вам объясню, что можно сделать. Можно взять и резко перекосить тот же самый квадрат. Ребята, дело в том, что вообще любую точку плоскости в такой вот параллелограмм можно единственным образом сдвинуть. Вы понимаете, что это уже как-то стало совсем не круто. А потом можно взять и еще вот этот вот отрезок сдвинуть вот таким вот образом. То есть отрезать здесь нижнюю половину и приставить. И, между прочим, на такие параллелограммы тоже всю плоскость ответить можно. Вы и там надеетесь, чтобы все реализовывалось внутри. Не будет этого. Никто не обещал, что обе точки будет вообще не отрезок. Тогда как вообще это рассуждение будет работать? Минимальное встание. Отрез, плоскость это отрезок. Никто не обещал, что они лежат в одной фундаментальной области. У нас не всегда встание отрезка, надо помочь от него два. отрезка. Да. Но это если мы рассматриваем фактор множества. А сейчас мы рассматриваем не фактор множества, а всю плоскость. И вот на ней представители этих классов планет зажим. Вот. Здесь расстояние у нас как-то сырое. Вот мы нашли таких представителей. Здесь мы тоже нашли представителей таких, что расстояние да. Теперь смести их на вектор. Ну или в общем случае потом, когда у нас будет группа, применим преобразование из группы, которая переводит y2 в y1. Отлично. Если мы найдем тот же так, что y2 перешли в y1. Второй отрезок, y1 z1, он тоже станет расстоянием. Теперь запишем такое неравиство. Вот. у нас равно x1 y1 плюс y1 z1 Да, молодец. Хочешь ли это равно по обычному москому неравенству треугольника? Хочешь ли это равно ро на z. Потому что ро от x до z это минимальное из расстояний. В том числе в том, где берется минимум. Ну что, этот классик трон так и доказывается. Вот он идёт. Теперь давайте сделаем следующее. Поймём, что такое лист мёбруса. Господа, кроме параллельных переносов... Ой, кстати, что такое цилиндр? Кстати, что такое цилиндр? Значит, смотрите, вот эта вещь, если плоскость факторизовать по такой группе, то у нас получается что? Тор. При этом требуется, чтобы вектор хупл не параллелен вектору В. А на самом деле можно и было так, можно было взять один вектор. Что тогда будет? У нас есть вектор и две точки называются эквивалентными, если от одной до другой можно дойти, пройдя... По мосту получается. В качестве фундаментальной области можно взять регулярную полосу. Тогда лист и как будет работать? Отсюда сюда, правильно? Есть бесконечная. И получается, что у нас есть такая бесконечная вертикальная полоса. Кстати, в принципе, можно было её наклонами. Может, тогда будет немножко странно, но нормально. тоже можно. Вот. Это да и нельзя вся сеть. Это на минуту не было все процессы. Они и так иногда будут выходить на границу. Вот. Итак, это называется цилиндр. Это называется цилиндр. Вопрос. Какое перемещение, причём, внимание, одно перемещение достаточно взять, чтобы, профактеризовав плоскость по нему, получить ленту-бер-бюса. Что ещё раз? Здесь мы взяли два перемещения, пройдили ими группу, получили тор. Здесь мы взяли одно перемещение, но здесь не имеется в виду, что у не равно ну и таля. Получили цилиндр. Теперь вопрос. Как получить ленту-бер-бюса? Сейчас. Одно перемещение. Симметрия. Молодец. Второе слово угадал. Симметрия. Первое слово? Скользящий. Скользящий, конечно. Конечно, скользящий симметрия. Господа, смотрите, какая история. Вот у вас есть прямая. На этой прямой имеется вектор. Фундаментальная область это вот такая вот вертикальная полоса. Что происходит при скользящей симметрии? Вот этот луч переходит сюда. Вот этот луч переходит сюда. Подождите, а насчет скользящий симметрии там надо ну, описать для чего-то? Да, прямой. А, описать для чего-то? Прямой. А, и на вектор. Так вот, на самом деле есть еще бутылка клея. Посмотрите, вот видите. Нужно еще один вектор написать. А? Еще один вектор. Холодец. Совершенно верно. Бутылка клеена получается вот таким образом. Нужно взять вот это и еще добавить параллельный перенос на некоторый вектор Б. Так, а про А то же самое, да? И вектор Б перпендикулярен прямой Э. Вот это. Так вот. Б не равен нулю. А вот теперь, господа, для вас те объема. Никаких других малом совпадающих с плоскостью диаметрии не существует. Что-то похоже на теоремию Шаля. Безусловно, она как бы теоремию Шаля в себя включает. То есть, то, что никаких перемещений, кроме скользящей симметрии и поворотия нету, безусловно, нужно знать, да? Значит, смотрите, смотрите, я очень хорошо помнил, что Никулин мне эту задачу, когда я был школьником, дал. Более того, я помню, что я ее решил. Когда я стал рассказывать ему ее решение, там первые, типа, 10 минут он меня слушал, потом сказал, что, ну, скорее всего, ее и правда решил, но давай-ка я лучше это расскажу и потом несколько часов это рассказываю. Вот, значит, здесь такая ситуация, крайне важно довести себя до состояния, когда вы будете понимать, что вы доказали. Все, хорошо.